В международной программе «Середина земли» сегодня мы расскажем об учениях пожарных в самом центре Читы. Масштабная реконструкция. Как в Улан-Удэ планируют обновить 70 остановок общественного транспорта, расскажем в «Середине земли». В эфире телеканал АЭС «Международный информационный выпуск «Середина земли». С новостями Забайкальского края вас познакомят журналисты из Читы. В студии Марина Пожидаева. Здравствуйте. ЧП в культурном центре Читы в Краевом драматическом театре произошло возгорание. Незамедлительно прибывшие сотрудники противопожарной службы ликвидировали пожар на сцене, газодымозащитники оказали помощь пострадавшим. Такова легенда прошедших накануне плановых пожарно-тактических учений. Если бы сегодня на самом деле произошел пожар в Краевом драмтеатре, театральные зрители не пострадали бы. В учреждении официальный выходной. Перед руководством стояла задача эвакуировать 30 человек персонала. Условия были приближены к реальным. Во всем здании отключили свет. Произошло возгорание в драмтеатре. Профсоюзная 26. Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение! Из зрительного зала идет черный густой дым. Приехавшие пожарные оперативно ликвидируют возгорание. Но по легенде пожарно-тактических учений, несколько человек, которые находились в подсобных помещениях, не были эвакуированы и получили отравление угарным газом. Им оказывают помощь специалисты газодымозащиты. Восемь автоцистерн, одна автолестница, пожарно-компрессорная станция и два штабных автомобиля, а также автомобиль контроля чистоты атмосферы. Та техника, которая была задействована в учениях. Также были привлечены спецслужбы, сотрудники полиции, специалисты медицины катастроф, весь начальствующий состав пожарно-спасательного гарнизона Читы. О результатах учений в Краевом драмтеатре и его готовности к подобным чрезвычайным происшествиям нам рассказал начальник третьего отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России Дмитрий Алаев. Есть замечания по работе пожарной сигнализации. Они исправимы, ничего такого сложного нет. Тренировка и персонала произошла. Действия персонал знает. Немножко техника подвела в этом плане. А по обслуживанию персонала особых проблемных вопросов нет. У органов надзорной деятельности возникли от вопросов по пожарной защите здания драмтеатра. Но подразделениям пожарной охраны, по словам Дмитрия Алаева, можно смело поставить оценку удовлетворительно. С задачами, поставленными при подготовке учений, сотрудники справились. Татьяна Салихова, Анатолий Тюльнев, Середина земли, Забайкальский край. 45 лет назад на Всемирном цыганском конгрессе в Лондоне цыган признали единой нацией. Тогда же учредили флаг и гимн этого народа. Теперь ежегодно в начале апреля самый вольнолюбивый этнос в мире отмечает свой праздник. В гостях у одного из коллективов, несущих цыганскую культуру, побывала наша съемочная группа. «Бародром» Здесь рады всем. Мы все как братья и сестры, мы все родные. Ребятишки все у нас, как будто бы они все наши. Даже если они не по крови нам никто, но все как племянники, братья, сестры. Все вместе друг к другу, все уважительно относимся. Анатолий Садхевич для нас как папа, как дядя там. Стеллу Богданову руководитель бережет как зеницу ока. Еще бы, с таким талантом, как у нее, девушку с легкостью могут забрать в столичные коллективы страны. Как замечает Анатолий Садхевич, молодых в Забайкале мало что держит. Со Стеллой сложились очень тесные отношения у Ирины Варфоломеевой, которая в коллективе «Бародром» уже год. Спустя лишь пару месяцев она начала понимать цыганский язык. А сейчас и сама говорит так, что многие замечают, как будто с цыганским акцентом. Девушки цыганские, они очень выглядят скромно. Манера общения, длинные юбки. Вот это здорово, я тоже так хочу. И то есть теперь, допустим, позволить себе одеть штаны я не могу. Среди них я себя не чувствую белой вороной. Это моя семья. В этом году «Бародром» получил краевой грант на 280 тысяч рублей. На эти деньги смогли закупить и новую аппаратуру, и костюмы. Еще бы свое помещение хотелось для занятий. Да пока арендуют, где придется. По словам Анатолия Садхевича, шесть лет они существуют и шесть лет кочуют. Прямо как табор. Яна Ершова, Анатолий Тюльнев. Середина земли. Забайкальский край. Вы смотрите программу «Середина земли». Это были новости Забайкальского края. К нам присоединились коллеги из Бурятии. Здравствуйте. Расскажите, что интересного произошло у вас. Здравствуйте. В студии работает Ася Касьянова. Я и мои коллеги готовы поделиться самыми интересными новостями. Власти Бурятии ищут инвестора для обстрела облаков. Минсельхозреспублики все еще надеются применить технологию разгона для искусственного вызова дождей. В настоящее время ведомство подыскивает того, кто готов получить лицензию и заняться этой деятельностью. Однако заявок от потенциальных исполнителей пока не поступало. А сейчас к другим темам. Приведут в порядок. 70 остановочных пунктов, которые устарели не только морально, но и физически, заменят на новые. Оснащенные по последнему слову техники, они появятся к юбилею Улан-Удэ. Архитекторы города уже разработали макеты, а летом разыграют тендеры. Анна Зуева о том, чем оснастят усовершенствованные остановки. В Улан-Удэ 637 остановочных пунктов. Больше половины из них старые, неприглядные и, конечно, давно нуждаются в замене. Тем более на носу юбилей столицы Бурятии. А свой день рождения, как известно, принято встречать при всем параде. В этом году остановки с иголочки появятся на 70 оживленных улицах. Из бюджета города не потратят ни копейки. Все расходы возьмут на себя бизнесмены. Ведь остановки – хлебное место для них. Предприниматели сейчас отправляют свои заявки в мэрию. Архитекторы сформируют списки и отправят их в Минпромторг. Затем документы проверит прокуратура. До августа месяца мы эти 70 с лишним навесов выставляем на торги. И на торгах уже определяется подрядчик. Инвесторы не только установят торговые павильоны, но и за свой счет сделают места ожидания автобусов безопасными и комфортными. По требованию комитета по архитектуре остановка должна быть оборудована не только скамьей, урдной и информационным табло, но и социальной рекламой, а также точкой доступа Wi-Fi. Город у нас хоть и спокойный, но вечерами все, что может произойти, они должны быть оборудованы обязательно тревожной кнопкой и видеонаблюдением. Архитекторы и дизайнеры уже разработали типовые проекты, добавили национального колорита. Участники торгов могут воспользоваться готовым проектом или предложить свой. Ну а навесы, которые демонтируют, не выбросят. Изношенные наполовину еще послужат в отдаленных микрорайонах города. Устранить дефицит кадров. В Улан-Удэ прошла ярмарка вакансий для студентов-медиков. На базе института БГУ собрались представители всех медицинских учреждений республики для того, чтобы пригласить будущих докторов на работу. Какие программы поддержки сегодня существуют для молодых врачей и какие вакансии им предлагают, расскажем далее. Ярмарку врачебных вакансий Министерство здравоохранения Бурятии проводит ежегодно. Этому все еще способствует кадровый голод в области медицины. В России не хватает 40 тысяч врачей. Из них более 600 специалистов в нашей республике. У нас в республике недостаток большой в педиатрах, потому что не каждый студент выбирает педиатрию. Там очень сложно, более ответственно. У нас, например, только в учреждении не хватает 10 врачей-педиатров. А в городе это так, в среднем, в каждом учреждении первичного звена. Самая главная боль – это педиатры. А кушер-гинекологи в первичной звне также хочется, чтобы их было больше, чтобы они не уходили в стационарную службу. Евгений Ильюнов как раз-таки учится на кушер-гинеколога. Сейчас он проходит практику в республиканской клинико-гинекологической больнице. Куда пойти работать – вопрос несложный. С выбором Женя уже определился. Это республиканский перинатальный центр. Так как они вводят в эксплуатацию новое здание с 2016 года, где-то, скажем, с декабря. И будут новые технологии и условия труда. Мы имеем возможность выбрать, узнать о вакансиях, условиях работы, непосредственно заключить уже договора, не окончив еще медицинский институт. Сейчас средняя заработная плата врача более 40 тысяч рублей, плюс различные социальные пакеты. В этой связи абитуриентов в медицинских институтах стало намного больше. Однако пройдет еще долгих 6-8 лет, пока ребята дорастут до настоящих специалистов. Быть может, тогда кадровый голод в области медицины исчезнет. Ну а пока такие ярмарки – одна из самых эффективных систем устранения нехватки кадров. Дарья Белоусова, Сергей Петров, Середина земли, Бурятия. Главное культурное событие, которого ждали, пожалуй, не один год. Звезды мировой классической музыки выступили на сцене оперного театра. Почти три часа зрители наслаждались классической музыкой в исполнении Мариинского оркестра. Повезло и журналистам. У них был шанс пообщаться с его руководителем Валерием Гергиевым. Репортаж Юлии Пермяковой. Перед выступлением у журналистов было буквально пять минут на встречу с художественным руководителем оркестра Гергиевым. В своем коротком интервью маэстро поделился планами, связанными с бурятскими артистами. У нас большие возможности для сотрудничества вместе. Огромное количество певцов готовы к выступлению по всему миру в Мариинском театре. Думаю, что мы продумаем для них какую-то программу. Здесь есть десяток, наверняка, постановок, которых они могли бы, появившись здесь, войти после нескольких дней подготовки, репетиции. Оркестр Мариинского театра гастролирует по всему миру. В некоторых городах и странах его концертов ждут годами. Гонорары от сборов исчисляются миллионами. Вот и вчера в оперном театре был аншлаг, при том, что стоимость билетов доходила до 10 тысяч рублей. Конечно, это впечатляюще. Это вообще историческое событие, мне кажется, для нас всех. Не стихающие аплодисменты восторженных зрителей не позволили оркестру уйти со сцены просто так. На бис музыканта исполнили композицию Моцарта «Щелкунчик». Далее тур известного оркестра продолжится уже во Владивостоке. Юлия Пермякова, Жаргал Целиндашеев, Середина Земли, Бурятия. В Китае повысят налоги на онлайн-покупки с зарубежных сайтов. Уже с 8 апреля, к примеру, пошлины на часы, заказанные за рубежом, выросли с 30 до 50 процентов. На драгоценности с 10 до 15. Такими мерами страна надеется вернуть покупателей на собственный рынок. На связи с нами Пекин. Коллеги, приветствуем вас. О чем еще готовы рассказать? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. Мы продолжаем серию репортажей о Хайнане. На главном курорте страны побывала наша съемочная группа. Эта китайская провинция занимает второе место в мире по чистоте воздуха и первое по числу долгожителей на душу населения. Уникальная экология Хайнаня привлекает на остров миллионы туристов. И власти страны делают все возможное, чтобы сохранить нетронутой природу самой южной провинции страны. Вся промышленность Хайнаня сосредоточена только в западной части. Отдыхающих размещают на востоке. А в самом центре острова, в горах, девственные тропические леса. В самых заповедных уголках Хайнаня побывал Артур Валеев. 900 метров в гору по нескольку раз в день. С такой работой до 100 лет расти ей без старости. Дед прожил 103 года. Отец отпраздновал 82-й день рождения. Да и своего возраста Дженни Дзюа не скрывает. Чуть за 50. Секрет ее молодости – свежий воздух и горный чай Хайнаня. Вот здесь один чайный лист с побегом. На один килограмм нужно собрать 8 тысяч таких листьев. Если они загибаются, то значит, еще не созрели. А ровные листья собирать уже можно. Эти уже слишком старые для чая. Закончив престижный университет Гуанчжоу, Дженни Дзюань вернулась на родину. В бедную деревню без воды и электричества. За 20 лет это место прославилось элитным чаем, килограмм которого стоит уже 2500 юаней. Это около 25 тысяч рублей. Здешняя природа с теплой зимой и прохладным летом позволяет собирать урожай 9 раз в году. Так что добавлять химикаты, чтобы увеличить прибыль, смысла нет. Можно потерять клиентов, которые ценят экологически чистый продукт. Органический чай пахнет всеми цветами в природе. Это неповторимый запах. В нем и мед, и фрукты, и молоко. Именно поэтому специалисты дали нашему чаю название «мед с молоком». Химикаты могут испортить вкус, оставив только запах. Такой чай не потеряет аромат, если его заваривать 10 раз. Горы Уджишань в переводе на русский «пять пальцев» славятся уникальным климатом. Таких мест нетронутыми джунглями в мире всего три. От заповедника в самом сердце острова даже слагают песни. От чистейшего воздуха у туристов из северного Китая закружилась голова. Джунгли называют легкими хайнане. И зимой, и летом средняя температура здесь 20 градусов тепла. В заповеднике можно увидеть растения, которые появились еще при динозаврах. Территорию в 130 квадратных километров сейчас охраняют 400 человек. Их добровольными помощниками стали и местные крестьяне. А раньше они по старинке рубили лес и даже ловили диких животных. Десять лет назад крестьяне целые сутки гонялись по лесу за обезьяной, чтобы продать ее в зоопарк. Потом их судили. И они получили по три года каждый. С тех пор желающих здесь поохотиться нет. У нас дельфины умные. Когда посетитель поднимет вот так руку, то дельфин ее целует. И за это получает рыбку. В день дельфины съедают по 3-4 килограмма рыбы. Желающих покорнить немало. Так что дельфины меняются часто, чтобы они могли переварить пищу. Но потеху публики в естественной для себя среде. Дельфины, морские львы и черепахи водились на острове Фэнзи-Жоу всегда. Аттракцион для туристов на самом деле еще и парк для защиты обитателей Южно-Китайского моря. С такими представлениями морские животные выступают пять раз в день. Во время праздника весны приходится работать сверхурочно. Трибуны собирает до 600 зрителей. Мало кто догадывается, как непросто дается артистам каждый номер. Сейчас выступают животные, которые тренировались три года. Дельфины умнее всех, но каждое движение приходится отрабатывать по 2-3 месяца. С морскими львами приходится работать по полгода. Зато они быстро научились клянчить у туристов еду. Ради рыбки они бьют туристов по мягкому месту. А здесь рыбка может сама гулять по суше. Во время отлива на охоту в этом лесу выбираются и листы-прыгунки. Сейчас холодно, но в хорошую погоду этой рыбы здесь много. С помощью плавников они не только ходят, но и даже забираются на деревья. В этой уникальной экосистеме на территории в 5000 гектаров обитают более 100 видов рыб, а еще 200 видов птиц и почти 40 растений. Но самые удивительные эти деревья, которые на полдня уходят под соленую воду без вреда для ствола и листьев. Так и хочется сказать, что это противоречит законам природы. Но ведь именно природа создала такое уникальное явление. Мангровые леса прекрасно себя чувствуют и под морской соленой водой, и на суше. Благодаря разветвленной корневой системе, которая выходит наружу, деревья словно зависли между небом и землей. И кислород получают прямо из воздуха. Мангровые леса защищают берега от разрушающих воздействий океана. Растут они медленно, и для их восстановления требуется не менее 100 лет. Хайнань – одно из немногих мест в мире, где растения не только охраняют. С 1980 года здесь работает заповедник, где высаживают деревья для будущих поколений. В самой южной провинции Китая понимают, что главное богатство острова – чистая вода, земля и воздух. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова